Более 9300 кубометров мусора уже вывезли с территории Самары в первые 14 дней апреля. В работе было задействовано более 1000 единиц специальной техники. Такие цифры озвучили на заседании городского штаба по проведению месячника по благоустройству под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Представители муниципальных предприятий доложили о выполнении работ на своих закрепленных участках, а также сообщили о планах на ближайший субботник. Планируется, что приводить город в порядок выйдут более 40 тысяч человек. С улучшением погодных условий становится возможным проведение большего вида работ. Так, на ближайший субботник запланированы сбор мусора и листвы там, где уже растаял снег, покраска и восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений, а также высадка растений и опиловка деревьев. Каждый район понимает свою территорию, где работают его сотрудники, где работают предприятия района. Тем более, хочу сказать огромное спасибо руководителям предприятия, которые приняли решение о благоустройстве прилегающих территорий или дополнительных территорий, а не только на территории своих предприятий. За что огромное спасибо. Всего за первую половину месячника на уборку вышли около 80 тысяч человек. В их число входят школьники, студенты и участники патриотических отрядов, которые приводят в порядок не только территорию своих учебных заведений, но и помогают в дворах тех домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Они берут шефство за теми мемориальными сооружениями, которые находятся в непосредственной близости от их учебного заведения. Это мемориальные доски, посвященные нашим участникам войны, нашим героям. Это какие-то памятники, которые в том числе есть и на территории школы. Кроме того, они приводят в порядок дворы, где у нас живут ветераны, участники войны, инвалиды войны, наши заслуженные люди. Глава города продолжает держать на контроле и работы по восстановлению благоустройства в местах, где зимой проводили аварийные вскрытия. Сейчас по постоянной схеме восстановлены 43 объекта, еще на 65 участках работы ведут в эти дни. Особое внимание Елена Лапушкина поручила обратить на Аллею трудовой славы, где пройдет празднование Дня труда, а также объекты инфраструктуры, которые будут задействованы в проведении Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.